Лично я потратил два года на то, чтобы исследовать этот продукт. И весь мир думает о том, что похудение связано с количеством калорий, которые в нас входят, и с количеством калорий, которые мы тратим. И когда вы смотрите на крупные медицинские учреждения, даже связанные с Yale и с Гарвардом, все эти великие медицинские учреждения. И американская ассоциация по диабету и американская ассоциация здорового сердца, все они говорят то же самое. Как бы противопоставить количество калорий, которые вы скушали и которые вы потратили. То есть они как бы претендуют на мнение о том, что вся еда одинаковая. То есть если вы выпили одинаковое количество воды, одинаковое количество водки и одинаковое количество кофе эспрессо, то получается единственное, что их отвечает, это калории. Но это как сумасшествие думать так. Потому что все знают, что это не так, потому что когда вы выпиваете чашечку эспрессо, это означает, что у вас мгновенно сердцебиение становится быстрее, и ваши когнитивные функции усиливаются. И то же количество водки, которое вы выпьете, сделает вас очень-очень счастливым, но на очень короткое время. Но через время вы узнаете, что если вы будете это делать регулярно, то печень вас не поблагодарит за это. То есть получается, нельзя сказать, что это одинаковое что-то. И в результате любая пища, которую вы кушаете, но каждая по-своему, будет стимулировать определенные органы в вашем теле. Сейчас, Тим, поделится еще раз с нами экраном. Что я имею в виду, когда говорю, что будет стимулировать, как это вот так называется? Ну, железы же разные, железы, вот вспомнил слово, железы. Есть определенные железы в теле. То есть железы производят такую секрецию, которая коммуницирует с другими частями нашего тела, с другими органами. Вот здесь железа, которая производит адреналин. И эта железа, которая называется панкреас. Поджелудочная, да. И получается, поджелудочная отвечает за то, что жир будет либо накапливаться, либо растворяться. И поэтому, когда у человека как бы жирочек такой на животике, это не из-за того, что он просто много кушает. Это потому, что он навредил своему телу, и вот болезненное состояние распространяется внутри. И когда вы посмотрите, например, на капли, которые у нас есть в этой системе похудения, день и ночь, То получается, состав стимулирует тело, ну, как бы не стимулирует, а наоборот, оптимизирует работу поджелудочной железы, прежде всего в теле, потому что она отвечает за выработку инсулина. А инсулин, его излишки, прежде всего, приводят к жирку в районе живота. И некоторые составляющие, которые находятся в ночных каплях, они стимулируют вот эти вот железы адреналиновые, но я думаю, они не адреналиновые, какие-то другие. Потому что эти железы связаны именно с контролем здорового сердца, здоровой пищеварительной системы, с контролем стресса и соотношением углеводов, которые превращаются в жиры. И поджелудочная железа удаляет излишки сахара из крови. И как бы говорит клеткам, что нужно сжигать жир или сахар. И также она им говорит, нужно ли сохранять жир или сжигать его. Потому что большинство диетов сконцентрировано на следующем. Кушайте все, что вы кушали, но попейте еще наши шейки. Но таким способом люди не теряют вес, разве что им 25 лет и меньше. Потому что вам нужно правильно настроить работу этих желез секреций, если вы хотите долгосрочные результаты, правильное похудение. Также поэтому мы, когда рекомендуем эту программу, мы не просто даем им программу, а у меня еще есть список рекомендованного питания на это время, для того, чтобы человек более полноценный результат получил. Да, в продукте только натуральные ингредиенты. И я не знаю еще ни одного примера, чтобы у кого-то была аллергия или что-то противопоказание, чтобы нельзя было использовать этот продукт. И моя группа испытуемых, которая вот в начале была, после того, как я на себе все проверила, это 24 мужчины. И минимальный возраст был 24 года, и максимальный возраст 65 лет, и все нормально у них прошло. И в среднем потеря веса была где-то 12 килограмм. И что главное, что их вес потом к ним не вернулся. Только двое из этих 24 потом частично вернули свой вес, но их вес не превысил то, что у них было когда-то до этого. И также сейчас вот здесь, рядом с моей женой, я попрошу ее поделиться несколько слов. Она работала с женщинами по похудению. Она только что со спортзала пришла. Это моя супруга Лора. Какие у вас будут вопросы? Лора, мы у нас есть вопрос для вас. Это же вопрос, что мы просто спросили. Какие продукты у вас есть любимые, и какие результаты у вас есть, чтобы работать с вашими людьми и вашими людьми? Так, слендерized, the слендерized drops, for me, is my main product that I build the business with. And my marketing angle is to talk about how it helps with cravings, which are the number one problem with why women can't lose weight is because they're sugar cravings. And so the слендерized drops really help with that. So, I just want to confirm, you mean that they want sugar less, yes? Oh, wow, sounds wonderful. То есть, почему мне очень нравится этот продукт, вот когда я работаю с женщинами, капли день и ночь, потому что одна из слабостей, одна из страстей женщин, это тяга к сладкому. Вот, и получается, эти капли, они помогают эту тягу убрать естественным путем, уже просто не хочется так этого сладкого, не тянет на него. То есть, получается, благодаря каплям они сразу же ощущают, что они не то, что там насилуют себя, а им не хочется вот этого сахара, им не хочется какой-то лишней еды. И они могут есть простую полезную пищу и благодаря этому худеть. Мужчины и женщины, кто теряет быстрее весы, потому что, ну, вот, как правило, мужики набирают быстро и потом быстро сбрасывают, и женщины тоже набирают быстро, но сбрасывают потом через года. Вот, какие результаты получаются, ну, вот, в отношении мужчины и женщины, кто быстрее получает результат, и как надолго хватает. Но вопрос уже о том, что остается стоить вопросом, потому что, видимо, мужики и женщины, как и женщины, по моему рыбе с женщиной, которые можно добавлять весы, конечно же, как и женщины, такой чайной пошел, чем с женщиной. Как вы видите, что я вижу на сладкий д不一樣? Почему это Elliot, тебе не большой, или с днем с женщиной и женщиной, как и женщиной? И о том, что результаты, это следует дальше под мимом и женщиной, или с днем с женщиной днем? well what i've noticed is that it's not really men versus women and how fast you can lose weight it's the amount of weight that you have that you need to lose so someone who has 50 or 100 pounds to lose they lose it very quickly in the beginning um have you noticed a difference between men i mean men typically lose weight faster because they have more muscle mass and so their body is burning more calories but it really hasn't been you know most time when a man and a woman does the program together they stay pretty they stay pretty even the results are very similar for the women's group as well so i would say it's pretty much the same with this program maybe just a little bit faster with the men but it's really close to being the same results which is fantastic то есть если говорить в общем то можно сказать что это от пола не сильно зависит а больше зависит от размеров скажем так килограмм количество килограмм которые нужно потерять потому что если сразу нужно сбросить например 25 30 40 килограмм и больше большие объемы то в начале человек теряет вес быстрее а потом уже чуть-чуть медленнее остаточные килограммы скажем так а еще иногда бывает что мужчинам как бы можно сказать чуть-чуть быстрее чуть легче сбрасывать потому что у них мышечная масса больше чем у женщин и они больше сжигают калорий когда следует этой программе и они чуть быстрее сбрасывает но в среднем если даже в семье например мужчина женщина вместе занимается то у них можно сказать плюс-минус одинаковые результаты мужчины может быть чуть чуть быстрее но не неразительно охрана example I had a woman who did the program and in seven months she lost 76 pounds which is a little bit more than it's almost 11 pounds per month and we've had many women who average around 10 pounds per month weight loss which is more than the average the average amount of weight loss is one to two pounds per week and that's with starving on a really low calorie diet and having to exercise a lot but with our program we're actually losing more weight without having to do a low calorie really restrictive diet and we're not even requiring exercise other than walking or if a person wants to exercise that's fine but that's not required to get those types of results it's really the products that are helping and the food choices that we coach them on how to make good food choices то есть есть например такая история про женщину она за 7 месяцев сбросить тим просто подсказывает жене чтобы она делала чаще пауза но ничего я так вроде нормально запоминаю вот есть история про женщину которая за 7 месяцев где-то 76 фунтов сбросила 76 фунтов это у нас будет около 30 килограмм получается в среднем она теряла где-то 5-6 килограмм в месяц да то есть мы прикинем и вообще у них среднестатистические цифры это 10 фунтов в неделю то есть это где-то о 4-5 килограмм при этом люди идут без каких-то особых диет то есть они не должны голодать они не должны высчитывать минимальные максимальные минимальные калории они полноценно питаются просто принимают вот эти капли и добавляют свой рацион скажем так элементы здорового питания когда в среднем статистика по миру идет когда люди там себя диетами замучивает то это там килограмм в неделю может быть да или может быть и более быстрый результат но потом он также быстро и возвращается когда люди после замучивших себя диет возвращаются назад на свое привычное питание и килограммы бегут назад какова продолжительность курса то есть это только лишь всего лишь два месяца или это вот женщина как 7 месяцев до употребляла там должны быть какие-то перерывы и даже пока ты не получишь нужный результат постоянно продолжаешь употреблять этот продукт а и What is the length of taking? What does it depend on? For example, until you get the results you want, or like a few months, then you make a break, then you take it again, or how does it work, the system? You can do it either way. You definitely want to stay on it until you've reached your goal weight, but even after you've reached your goal weight, they're really good to take to maintain the weight. And just because they contain such great nutrients for your body, that can be used on a daily basis, you could take it indefinitely, forever, if you wanted to. So we have people who do both. Sometimes people feel so good when they're taking these products, that they don't even want to go off of them, even after they've lost the weight. But also they don't want to go back to their old habits. So it helps them maintain the weight loss and maintain the healthy lifestyle. So it's a situation that you don't have to do it. You don't have to do it. But you don't have to do it. You can do it. You can, first of all, when you set up a goal, you can take a certain goal, you can take a certain goal, you can take it, until you don't have to reach this goal, 2, 3, 4, 5 months, as long as you need. But also there are people who, in the future, they really like the help of this product, in the sense that it helps them to hold healthy food, and to avoid threats, that they just periodically continue to use it as a profilasticity, let's say, for the excess weight loss, even when it's in the weight, which they already like. ersaw come up. people are embracing it. It's a reason why it's now been